Нож Кампа, друзья. Гражданская версия боевого ножа. Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миквуха Макфлай. Передо мной огромная посылка, которую я ждал очень долго. Ну как, не очень долго, я ждал пару дней. Я мечтал о содержимое этой посылки, ну, наверное, последние лет 37. Примерно столько, сколько я живу на этом свете. Собственно, что там, друзья? Это посылка с оборонного предприятия. С предприятия Кампа, которое выпускает в том числе ножи для комплекта Ратник. Ну, собственно, того самого современного комплекта, в который облачен современный российский воин. Не буду долго томить, друзья, там нож. Но пока мы до него дойдем, мы посмотрим, что же есть еще в этой посылке. Давайте открывать. Вскрываем, друзья. А, естественно, я порезал то, что было внутри. Не пришел. Вот такой пакет Кампа, друзья. Что такое Кампа? Собственно, сейчас будем узнавать посредством изучения. Ну, во-первых, самое главное. Вот такой вот нож Кампа пришел мне. Нож Кампа является гражданским аналогом боевого армейского. Ножа 6х9 и штык ножа 6х9-1, входящих в экупировку военнослужащих. Ратник не является холодным оружием, не требует лицензии на приобретение и хранение. Вот такой вот нож, друзья. Самое главное, что есть в этой посылке. Пусть он пока пару минуточек полежит рядом. Я думаю, ничего страшного. А мы изучим, что же мне пришло от компании Кампа. Ну, во-первых, блокнот. Это просто хвостовство на самом деле. Вот. И тут, кстати говоря, есть намеки на то, что, собственно, производит предприятие. Ежедневничек тоже вещь полезная. Вот такая вот штука. Ножи гражданского назначения. Это давайте изучим чуть позже. А сейчас вот эту штуку посмотрим. Так, что же делает компания Кампа, друзья? Предприятие больших возможностей. Ну, и здесь вот виден весь ассортимент. Техника экстремедицины, пожарное спасательное оборудование, морская спасательная техника, ножевая продукция. Это то, что, собственно, нас сегодня интересует в большей степени. Ну, и большое оборонное предприятие, которое до сих пор с успехом работает. Вот. Можно почитать на досуге, друзья. Кстати, да, на самом деле, я закреплю под видео ссылку на сайт. Можно будет выйти посмотреть. И вот ножи, друзья. Мне пришел нож, и мне пришел вот такой вот нож. Сейчас мы его, кстати, откроем и посмотрим, но не будем забегать вперед. Вот. Это, собственно, та самая оборонка, да, которая в том числе производит и гражданские вещи. Вот, например, ножи. Такие вот тоже есть. Так, это ладно. Вот. Этот буклет отдельно по ножам. И сейчас он нам поможет, кстати говоря, при распаковке. Давайте, наверное, откроем. Да, прям первая страница. Нож модели Кампа. Это то, что пришло мне. Вот. Здесь есть все тактики технические, характеристики ножа, друзья. Обратите внимание. Да. Кому интересно, можете остановиться. В любом случае, я буду опираться вот на эту бумажку, когда сейчас буду хоп, раскрывать сам нож. Вещь действительно крутая, друзья. Надо сразу объяснить, почему я сказал, что мечтал об этом с детства. Да, все там 37 лет своей жизни. Потому что я нормальный мужик. Был нормальным пацаном. До этого был нормальный мальчишка. А все мальчишки мечтают о чем-нибудь крутом военном. Да, мы долгое время мечтали о штык-ноже, к автомату Калашникова. И вот, друзья, моя мечта сбылась. Вот в таком вот виде придет вам нож, если вы его закажете. Первое впечатление. Эта штука очень тяжелая. Раз. Комплектация. Два. Сейчас будем разбираться, что это. Три. И вот эта вещь. Четыре. Так, здесь есть еще паспорт. Для такого изделия, я думаю, это тоже очень важно. Паспорт. И вот такой вот сертификат, который подтверждает, что... Это на самом деле со всеми ножами идет. Вот, есть сертификат соответствия, все дела. Ножи разделочные и шкуродерные. Общие технические условия. Вот, то есть это нож разделочный и шкуродерный. Это не холодное оружие. Вот, по идее, по идее, конечно, вам с собой вот эту вот вещь придется возить, носить. Но у меня, обычно, я когда большой нож с собой вожу, у меня вот эта бумажка валяется в машине. Так, почти пять минут видео прошло, а я еще вам нож не показал. Друзья, давайте смотреть. Вот такой вот нож, друзья. Что здесь не так? Почему это гражданская версия боевого ножа? Потому что здесь нет гарды, да? Нет вот этого упора для рук, нет вот этой системы крепления на автомат калашники. Поэтому, собственно, он является гражданской версией и не является холодным оружием. Во всем остальном это один в один тот самый нож, который производится на тех же самых станках теми же самыми людьми. Вот так он выглядит в собранном состоянии. Давайте, наверное, уже смотреть. Уже достаточно затянул. Такой вот монстр. Прямо скажем. Ну, он тяжелый. Ну, не сказать, что прям вообще рука отсыхает. Он такой заметный в руке. Вот. Первое ощущение. Мне нравится. Он очень толстый. Очень. 5 миллиметров в обухе. То есть, ну, вы понимаете, да, что эта вещь не предназначена для того, чтобы там резать что-то, колбаску. Он, конечно, может это делать, но прежде всего это штык-нож. А кто знает, что такое штык-нож, это, во-первых, штык, а во-вторых, уже нож. Соответственно, друзья, это штык. Вот. Он должен колоть, он должен пробивать. И мы обязательно проведем тестовые испытания этой штуки и все проверим. Тем более, мне уже, я сказал ребятам на работе, что мне придет вот такой вот нож. Они говорят, о, блин, классно, пробей бочку. Еще один коллега сказал, о, блин, классно, слушай, а можешь пробить им колесо от машины? Ну, я попробую. Я попробую, друзья, поэтому обязательно подписывайтесь, мы проведем испытания. Такой вот ножик. Так, давайте я характеристики его зачту, коли же мы открыли. Общая длина 290, длина клинка 160, длина рукояти 130, толщина 5 миллиметров. Это я сказал. Еще есть прикольного. Еще есть прикольного. Я же, понятное дело, что когда мне сказали, что мне его пришлют, я посмотрел все обзоры в интернете. Вот. Есть, есть ножны. Давайте я его сюда запихну. Все помнят, да, стандартный нож от автомата Калашникова, с которым мы шли в наряд. Вот. Он имел здесь отверстие и мог кусать. Этот нож тоже может кусать колючую проволоку, но у него вот такая вот штука. Здесь есть точилка. Вот. Я его, кстати, не точил. Я его не точил. Мы... Надо попробовать им порезать что-то. Наверное, скажете вы. Наверное, будете правы. Вот так он выглядит. Дальше. Ножны. Состегиваются здесь и здесь. Вот. Есть система крепления. Молли, да, вот это называется. Когда вот. Я просто не милитарист. Для меня все эти штуки далеки. Я археолог. Вот. Соответственно, когда в походу хожу, беру с собой пакет. Вот, друзья. Вот так это работает. Раз. И можно вешать хоть на ремень, хоть на вот эту самую молли. Вот. Здесь есть еще вот такая вот штука. Она вставляется вот сюда. И можно крепить на ремень. Вот таким вот образом. Вот. Дальше. Это у нас темляк. Темляк, естественно, сюда в ручку. Ну, и вот такая вот шлейка. Это для того, чтобы крепить нож к бедру, если вы его носите на ремне. Есть резинка. Соответственно, должно быть удобно. В любом случае, да, друзья, это надо будет все попробовать, испытать. Вот. Я уже сейчас думаю о том, чтобы выехать на природу. Ну, на такую, чтобы там бочки и колеса были. Соответственно, на какую-нибудь свалку. Или к себе в деревню. Вот. И провести полноценное испытание этого ножа. Можно, конечно, попробовать им порезать. Вот. Нож Кампа, друзья. Гражданская версия боевого ножа. Еще раз. Покажу вам его. Зачем я снял это видео? Поделиться с вами радостью, друзья. Я действительно хотел такой. Я смотрел обзоры. Я думал, блин, прикольно, прикольно. А тут ребята из Кампа связались, сказали, давай пришлем. Я сказал, ух, ух, давайте, шлите. Вот. Вещь на самом деле, если говорить о цене, вещь не дешевая. Сам бы, ну, наверное, купил бы. Ну, я думал о покупке такого ножа, но как-то жаба давила. А тут, смотрите, как прикольно. Такой вот нож. Вот. Ждем испытаний. Пока, друзья. Такая вот небольшая радость. Такая вот небольшая распаковочка вместе с вами. Крайне брутальная, крайне крутая, крайне прикольная штука теперь у меня появилась в арсенале. Зачем, спросите вы? Ну, во-первых, к дареному коню в зубы не смотрят. Я всегда рад подаркам. Вот. Во-вторых, я думаю, он займет свое место у меня в автомобиле, будет со мной путешествовать. Если говорить прямо вот о туризме, да, брать его с собой куда-нибудь на выезды, он тяжеловат, конечно. Для этого, наверное, я вот подумал, что можно было бы открутить. Здесь есть крепление и можно открутить кусачки. Я как-то очень редко преодолеваю проволочные заграждения в своей жизни. Вот. Соответственно, я бы убрал кусачки и, в принципе, тогда бы, наверное, вес был более-менее приемлемый. В любом случае, друзья, вещь очень крутая. Просто похвастаться перед мужиками. Я прям завтра его с собой возьму на работу, буду всем показывать. Я уверен, это будет прям фурор-фурор. Нож крутой. Нож крутой. Нож с историей. Нож с характером. Самое главное, друзья, что это тот самый нож, да. Это не какой-нибудь там кустарный производитель, который где-то делает его что-то похожее. Нет. Это те же самые люди. Это то же самое предприятие. Это та же самая сталь. Это та же самая обработка, которая идет на нужды нашей армии. Поэтому, но, да, без горды. Вот. Гражданская версия. То есть, для людей, которые увлекаются военной тематикой, да, для различного рода милитаристов, это прям, ну, очень крутая вещь. Как подарок настоящему мужику вообще. Поэтому, друзья, вот так вот. Вот такой подарок мне сегодня сделала компания Кампа. Я доволен. Впереди много тестов, много испытаний. Полноценный обзор хочу снять. Вот. К вам, друзья, просьба. Напишите в комментариях, как потестировать эту штуку. Что с ней сделать? Могу воткнуть, попробовать на ней попрыгать. Жалко, конечно, могу. Пробивание бочки, пробивание колеса с меня с железобетона. Как еще испытать? Пишите в комментариях, друзья. И по итогам ваших комментариев сниму прям хард испытаний. И проверим, на что эта штука способна. Все, друзья, на этом заканчиваю. Жду ваших комментариев. Пока-пока.